У нас приближается еще одна значимая дата, во время которой абсолютно каждый может вспомнить о своем любимом педагоге и, конечно же, его поздравить с Днем Учителя. По этому поводу сегодня говорим с Оксаной Красниковой, заместителем министра образования, науки и молодежи Республики Крым. Здравствуйте, Оксана Валентиновна. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, ну, не хотелось бы начинать, конечно же, с проблем в сфере образования, но, тем не менее, давайте немножко коснемся и этой темы, какие сегодня существуют проблемы. Вот что надо решить, чтобы учителя сегодня почувствовали себя просто превосходно на своей должности, на своем месте? Я так думаю, без проблем не бывает жизни. Не бывает, да. Не бывает жизни без проблем. Поэтому, а проблемы у нас повседневные, это и проведение ремонтных работ, и модернизация учебных заведений, оснащение современным оборудованием, обеспечение обучения учителей на курсах для того, чтобы они могли новые технологии, новые современные методы обучения применять после, пройдя такие курсы повышения квалификации. Так что, ну, все проблемы решаемые. Я помню свои годы, конечно же, и школьные, и студенческие, и помню, как это у нас происходило в техническом плане, мы переходили на интерактивные доски. Это было очень удобно, потому что учителя могли демонстрировать и какие-то познавательные фильмы, и в том числе, конечно же, показывать это все наглядно делать, то есть не только с помощью книг. Сегодня вот в этом плане, мне хотелось бы узнать, меняется что-то? Конечно, современные технологии заходят в учебный процесс, они развиваются с каждым днем, и система образования не должна отставать от современных технологий, потому что за ними будущее. Это электронные учебники, это и самые современные компьютерные программы, самые современные компьютеры, на которых обучаются наши учащиеся. И вот сегодня как раз день работников системы среднего профессионального образования. Это наши преподаватели техникумов и колледжей, но не те, кто только учат, но и те, кто учатся. Сегодня их большой праздник. Техникумы колледжей – это большой блок в системе образования Республики Крым. Это почти 30 тысяч студентов и около 7 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения, которые готовят таких специалистов. И, конечно, в этой системе современные технологии, внедрение современных технологий, оно действительно вот настолько необходимо, потому что наши ребята идут после завершения обучения, они идут на предприятия, идут в организации, где им непосредственно нужно уже садиться или становиться за станок и, что называется, пользоваться этими технологиями. Сегодня вот это звено среднего образования, я имею в виду колледжи, да, те же самые ПТУ. Насколько они пользуются популярностью? Потому что раньше все-таки все пытались попасть в ВУЗ, но потом поняли, колледжи дают хорошее образование, хорошую в итоге потом работу. Хорошую профессию, действительно перспективная, и на сегодняшний день специалисты среднего звена, они очень нужны. Любое предприятие, любая организация нуждается в квалифицированных сотрудниках, и постепенно и отношение к колледжам, к техникумам меняется. Сегодня уже в этом году показателем этого стала вступительная кампания, когда у нас на одно бюджетное место было до 10-11 человек. Не в каждом высшем учебном заведении есть такой конкурс, а это уже о многом говорит. Может быть тогда это говорит о том, что надо увеличивать количество колледжей и открывать больше государственных? Колледжи, конечно, у нас большинство колледжей, это государственные учебные заведения, либо федерального уровня, либо республиканского уровня, их очень много. Ежегодно у нас выделяется почти 8 тысяч бюджетных мест для наших детей, для крымских детей. В последнее время у нас, что еще следует отметить, что из других субъектов приезжают учиться в наши техникумы и колледжи, потому что наше образование действительно высокого уровня, на достойном уровне. Наши преподаватели работают и обучают. Об этом свидетельствует и участие наших студентов в профессиональных конкурсах, в профессиональных олимпиадах, где мы достаточно достойно представляем Республику Крым конкурс WorldSkills, который, наверное, уже у многих на слуху и все об этом знают. Наши ребята привозят медальоны за профессионализм, за профессиональное мастерство. Это тоже отрадно и говорит о высоком качестве образования, которое на сегодняшний день в нашей системе СПО есть. Но все-таки не могу не затронуть такую больную тему. Это касается дипломов. Могут ли с нашими дипломами потом ребята выезжать за границу? Ну, вы знаете, если реально смотреть на вещи, большинство наших выпускников остается работать здесь, потому что на сегодняшний день экономика Республики Крым развивается, и ребята востребованы здесь. Как говорят, где родился, там и пригодился. Уезжают куда-нибудь? Уезжают, конечно, выезжают и в Российскую Федерацию. Наши ребята победители конкурсов, они очень востребованы. У нас предложения от работодателей и из Москвы, и из Питера есть. В том числе и из-за рубежа на конкурсах по хлебопечению. Студенты Романовского колледжа индустрии и гостеприимства у нас стали победителями. Наши ребята, которые выезжают на WorldSkills, их видят, их оценивают, их приглашают на достойную заработную плату, на достойное ведущее предприятие Российской Федерации и за рубежом в том числе. Ну, хлеб действительно в Крыму, мне кажется, самый вкусный, стоит это признать. Это правда. На какие еще профессии пользуются спросом? Вы знаете, практически очень многие, ну, то, что я сказала, очень большой конкурс был в этом году. Это медицинское направление, это туризм, это автодело, это все, что связано с компьютерным делом. Достаточно высокий конкурс был на технологию производства, технологию виноделия, технологию хлебопродуктов, технологию мясных переработки мясных продуктов. То есть у нас практически все специальности и профессии, они очень востребованы. И, как я говорю всегда, наши студенты, наши абитуриенты голосуют ногами за систему среднего профессионального образования, приходя на обучение. А вот что касается кадрового состава педагогического, здесь нет каких-то пробелов, как это происходит в школах, например? Вы знаете, действительно хороший преподаватель, он ценится и в школе, и в колледже, потому что это очень важно. И он такое количество молодых специалистов выпускает в жизнь, что это наши руководители учреждения обращают на это особое внимание. За последние шесть лет система среднего профессионального образования омолодилась на 30%. То есть выпускники, которые заканчивают обучение, проходят серьезную систему, в том числе и конкурсных конкурсов WorldSkills. А это не только дети в конкурсах участвуют, но и наши педагоги проходят обучение и получают уровень эксперта, который может оценивать эти конкурсные работы, соответственно, повышают и свое профессиональное мастерство. Вот наши кадры омолодились на 30%, и, конечно, обучение, обмен опытом, выезды в другие субъекты, и в том числе и к нам приезжают из других субъектов обмениваться опытом. Поэтому каждый день профмастерство наших преподавателей, оно растет. Вот вы очень много говорите о конкурсе WorldSkills. Скажите о нем более подробно, что это за конкурс? Потому что, наверное, все-таки к нему отношения имеют сами ребята, непосредственно отправляющие туда свои заявки, да, и заинтересованы в этом конкурсе. Конечно, на сегодняшний день это самый знаковый конкурс в Российской Федерации, самый серьезный конкурс профессионального мастерства. Конкурс начинается в каждом учебном заведении, проходит отбор, лучшие ребята идут на республиканский уровень, и далее наши ребята, победители, принимают участие в отборочных всероссийских соревнованиях. Это конкурсы, которые проводятся по мировым стандартам. То есть самые современные технологии, самые современные какие-то методики, они используются в конкурсных заданиях, и наши ребята должны показать свой уровень обучения, продемонстрировать ее, как они подготовлены, насколько они могут серьезно прийти на производство и сразу приступить к исполнению обязанностей. А уже стандарты WorldSkills, которые отрабатываются в этих конкурсных процедурах, они применяются в учебном процессе. То есть таким образом учебный процесс все время идет за развитием общества, за развитием экономики, за развитием современных технологий, и все время обновляется с каждым годом, после каждого конкурса. У нас меняются задания, у нас меняются программы. Но все-таки как меняется сегодня звено среднего образования? Вот если брать, например, в период 10 лет, то если сравнивать тот период и этот, на сколько сегодня меняется в конче? Знаете, это очень серьезные изменения, которые, наверное, невозможно не заметить, и, наверное, их отмечают все. Если, вот как вы говорите, 10 лет назад основные профессии, которые были, это в основном те, которые не требовали серьезных затрат, да, потому что не было такой возможности учебных занятий. Я помню, парикмахеры это были. Парикмахер, маникюр, да, педикюр. Конечно, всегда были продавцы, конечно, всегда были строители. Только те материалы и те оборудования, которым они использовали при обучении, оно, конечно, оставляло желать лучшего. Сейчас наше учреждение практически около миллиарда рублей за последние пять лет вложено в систему среднего профессионального образования. Это и современное оборудование, и проведение ремонтных работ, поэтому, конечно, это то, что все видят. То, о чем я сказала, изменение программ, очень серьезное, которое позволяет нашим ребятам быть, так скажем, на гребне волны, и пользоваться, и обучаться на самом современном оборудовании, самым современным технологиям. Что еще хочется отметить, что действительно у нас немножко, не немножко, а достаточно серьезно изменилась система работы с работодателями. Если работодатели раньше считали о том, что им обязаны подготовить специалистов, и какие придут, такие придут, а потом на них жаловались, то сейчас наши работодатели активно участвуют в рабочем процессе, они участвуют в формировании рабочих учебных программ вариативной части, они участвуют в государственных экзаменах, они активно берут наших ребят на практику. И вот такое взаимодействие, оно позволяет вот именно подготовить того специалиста, который на сегодняшний день нужен работодателю, а, соответственно, нашему выпускнику приятно прийти на предприятие, с которым он уже тоже знаком, и там, где его знают. Оксана Валентиновна, ну я вижу такие огромные позитивные изменения, это не может не радовать. Но сегодня у нас есть повод с вами все-таки еще раз обратиться ко всем представителям среднего профессионального образования, да, это как учащиеся, так и сами педагоги, и поздравить их с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. Знаете, мы действительно гордимся системой среднего профессионального образования Республики Крым, и хочется поздравить всех, кто причастен к этому празднику, кто учит и кто учится. Пусть у них все складывается хорошо, чтобы это люди, которые болеют своим делом и живут своим делом. Поэтому всегда хочется пожелать, чтобы они были здоровы, и чтобы у них были возможности для дальнейшего развития. Потому что развитие нашего среднего профессионального образования это наша повседневная уютная жизнь, это те специалисты, которые выходят и помогают нам каждый день в нашей жизни. Спасибо большое, мы только можем присоединиться к вашим словам, мне кажется, лучше и не скажешь. Я напомню, у нас сегодня в гостях Оксана Красникова, заместитель министра образования науки и молодежи Республики Крым.